Матч вызвал неподдельный интерес у нижнекамских любителей футбола. Нефтехимик не выиграл последние три игры. В этот день на трибуну стадиона собралось около двух тысяч зрителей. Встреча получилась скоростной. Играли коллективы Остров, что называется, на грани фола. Взаимные выпады желаемого результата не принесли. Нефтехимик смотрелся интереснее соперников, хотя ближе к голу была Мордовия. Обыграть более рослых игроков саранской дружины удавалось с трудом, а на веса Гоглоева с фланга доиграть было некому. Сколь-нибудь острых моментов выделить нельзя, закончили игровой отрезок по нулям. Второй там выдался гораздо более зрелищным. Но линию устраивали ни Нефтехимик, ни Мордовию. И это напряжение сказалось на игре. Отборы мяча стали агрессивнее, посыпались желтые карточки, участились штрафные. Мордовия стал создавать один опасный момент за другим, но мяч упорно не шел в ворота, да и Самохвалов был на чеку. Нефтехимик немного просел в темпе, ближе к середине пошли первые замены. И все-таки решающую роль сыграла концовка встречи. Нефтехимик стал дожимать соперника, хорошую попытку открыть счет предпринял Галия Акберов. Но голкипер Мордовии свою команду спас. Страсти накалились, саранской команде все сложнее было удерживать напор нижнекамцев. Напряжение чуть было не переросло в потасовку. Последние минуты судья назначил штрафной. На 90-й минуте к точке вышел Решетников. Химики не оставили Мордовии никаких шансов. Изменить ситуацию в дополнительное время гостям не удалось. 1-0 победа нефтехимика. Слава Богу, что выиграли. Очень хотелось выиграть. Потому что до этого мы дома проиграли в Сибири. Я считаю, что не по делу проиграли. И надо было перед своими болельщиками исправляться. И спасибо вам большое, что они приходят и нас поддерживают. Эмоции такие, конечно, зашкаливают. В Мордовии очень хорошая команда. Я думаю, они будут как бы в лидерах. Поэтому как бы... Ну, вообще есть над чем работать. У них тоже были моменты. Санька тоже нас подвыручивал. И помог нам немножко. И мы забили. И слава Богу, что выиграли. Всех игр, которые уже прошли. Сегодняшний матч, наверное, стоит особняком. И это самый тяжелый матч сегодня был. В целом, еще на установке ребятам сказал, скорее всего, сегодня будет игра до первого забитого гола. Кто забьет, тот и выиграл. Без обилия голевых моментов, много борьбы, много единоборств. Благодарен своим ребятам, которые сегодня проявили такой характер, боевитость показали. Сопернику не уступили. По-внимательнее нужно было играть с игроками соперника. Внимательно играть в этих моментах. Не создавать около наших ворот штрафных. Потому что знали и готовились. Хорошо, тщательно готовились к команде, что очень хорошо играют, разыгрывают стандарты. Разыгрывают и играют по игре. Поэтому вот не хватило немножко концентрации.